Друзья, всем привет! Сегодня я бы хотел поговорить о новом полетном контроллере. Они называют это своим топовым контроллером, то есть топ-топыч. Давайте посмотрим на него поближе. Погнали! Это полетный контроллер нового поколения. Я думаю, и так понятно почему. Выглядит совсем иначе. И есть наработки со старых моделей, конечно, но большинство здесь изменений уже новые. Приходит он в прошивку версии 3.3, Betaflight. Во-первых, у нас с вами сенсор, датчики, находятся вот здесь. И выглядят они немножко иначе, чем раньше. Здесь стало больше элементов, но подушка сама стала как-то немножко поменьше в размере и так далее. Кроме того, шлейф выведен под этой самой подушкой внизу и уходит вот сюда. Соответственно, как-то случайно выбить его оттуда у вас не получится. Но, тем не менее, если вы хотите поменять гироскоп, у вас есть возможность. Но зачем его менять? На борту также присутствует второй гироскоп, который МПУ-6000. Если вы хотите, стандартный, нормальный гироскоп, который достаточно устарел, но, тем не менее, все еще пользуется популярностью. Очень солидный, добротный гироскоп. Не очень чувствительный к вибрациям, хорошо летает практически из коробки. В то же время, вот этот гироскоп, который вот здесь рассчитан на 32 кГц и может спокойно использоваться, например, в прошивке Butterfly на частоте 32-32. Здесь у нас есть выходы 8 вольт с первого бека и земля. Кроме того, есть вход, выход для видеосигнала, который проходит через вашу SD. То есть это камера и видеопередача. Кроме того, есть отдельно камера, контрол и здесь есть смарт-аудио. Вход напрямую, который позволяет вам управлять видеопередатчиками. Подключен к TX1 и также настраивается. Потом у нас здесь есть три пина, которые отвечают за V-BAT, Current Sensor и RX-5. Если вы подключите сюда, то есть у вас будет значение датчика напряжения, только идти вот отсюда с телеметрии, то есть с пятого UART. Если сюда, то у вас будет обычный аналоговый датчик, который просто выдает аналоговое напряжение. Сюда подключается обычный V-BAT. Вот кроме того, вот на эти два пина посередине выводится RX-5. Если вам не хватило вот здесь места, вы можете сюда добавить телеметрию с регуляторов. Здесь у вас шесть моторов подряд, то есть гексокоптер, на нем можно спокойно строить. Внизу у вас шесть минусов. Кроме того, вот здесь две перемычки, которые выбирают вот эти первые четыре средних контакта. Либо вы выбираете из них RX-5, либо 5 вольт, то есть сюда можно 5 вольт вывести. Потом на этой стороне у нас с вами 5 вольт, которые идут с аккумулятора, с преобразователь напряжения. Вот здесь 5 вольт, которые идут с USB, то есть вы можете, подключая USB, 5 вольт шину уже использовать. Это нужно, например, для приемников. Чтобы настроить приемник, просто подключив USB. А вот эти устройства, которые подключаете сюда, будут работать только с аккумулятором. Также 3.3 вольта и земля. Бузер, LED-подсветка, входя в VBAT тоже, судя по всему, ADC. Я не знаю, что такое ADC. Но, скорее всего, это сюда VBAT приходит, не знаю. Кроме этого, здесь RSSI шины, SL, SDA, то есть I2C. Потом TX-UART 6, UART 4, UART 3, UART 2, UART 1. Все из них можно задействовать спокойно. Первый UART, по-моему, задействован в качестве приемного. Но, на самом деле, это F7 процессор вот под этой подушкой. Поэтому там, по-моему, с инверторами такой чехарды нет. Можно использовать как хотите. С обратной стороны, в принципе, контакты все дублируются. Кроме того, у вас есть вот этот разъем, который нужен для регуляторов 4 в 1, если вы хотите использовать. Это новый шлейф-разъем, сверху старый разъем. То есть все дублируется, вы можете использовать хоть так, хоть эдак. Кроме того, здесь есть вот такой разъем, который для SPI шины. Не знаю, как бы пока нет устройств, которые можно сюда подключить, но, возможно, в будущем появится. Плюс здесь 6 контактов, которые необходимы для программерской работы и дебагинга прошивки. Я вообще здесь вижу много чего интересного. Здесь, походу, несколько преобразователей, потому что большие вот эти, скорее всего, на одно напряжение, вот эти, на другое напряжение. Здесь еще есть вот эти мелкие, которые, я не знаю, тут вообще очень много всего натыкано. Что к чему относится, сложно понять. Здесь, в общем, есть один бег на 5 вольт, один бег на 800, на 8 вольт для видеопередатчиков и камер, которые вы хотите питать больше, чем от 5 вольт. Они оба рассчитаны на 1-1,5 ампера ток. Есть небольшая микросхема памяти на 128 мегабит. То есть это 16 мегабайт полноценной памяти, чип ОСД. Самое интересное, друзья, я не знаю где, но здесь есть барометр. Скорее всего, у меня есть подождение, что вот это вот, это барометр. Я не уверен, но, возможно, это барометр. Потому что, когда я дую на эту сторону, значение барометра прыгает вниз. То есть это то, что должно быть. Когда я вот здесь дую, ничего не происходит. То есть барометр на этой стороне, но я его здесь не вижу. Вероятность того, что вот это барометр высокая. Я не встречал таких микросхем пока еще, но, скорее всего, вот это он. Кроме того, есть один неизвестный элемент вот здесь. За что он отвечает, пока неизвестно. Возможно, это какой-то очень крупный светодиод. Возможно, он настраиваемый. Ну, пока неизвестно. Прошивка под этот полетный контроллер Omni Next F7 пока, собственно, своя. По поводу Betaflight. По поводу прошивок. В Betaflight прошивка на самом деле есть. Она появилась буквально несколько дней назад. 3, 3, 2. Но, тем не менее, она есть. Кроме того, здесь есть Omnibus Next F4. Хотя его, как бы, я еще не видел в продаже. Даже картины кого нигде не было. На тот момент, когда я снимал это видео. Поэтому я не знаю. Его пока нет. Но, тем не менее, Omnibus в Betaflight работает. Работает барометр, как я говорил. Вот, смотрите, в сенсорах, если включить барометр. Видно, что шкала дергается. Драйвер есть. Все, в принципе, с ним в порядке. Сейчас работает у нас MPU 6000 и нагрузка на процессор 7%. Также мы можем переключить на другой гироскоп. Для этого нужно выбрать, вбить команду Dump и найти команду, которая за это отвечает. Вот здесь она находится. Set GyroToUse. Мы ее копируем, вставляем сюда и меняем на единичку. И сохраняем. Нажимаем Save, Enter. После этого оправданно заходим сюда. Пишем снова статус. И, как видно, у нас работает теперь гироскоп ICM 206.08. Включаем 32, проверяем сначала на 16. 16-16, причем включено все. Нагрузка при таком раскладе 40%. Ну и я считаю, что это достаточно немного, учитывая, что у нас включено все. Также мы можем отключить акселерометр, барометр, магнитометр. Поднять скорость до 32 кГц и попробовать посмотреть, что из этого будет. Нет, нагрузка все так же 100%. И Loop Time, как видно, колбасится. Он недостаточно стабилен. Соответственно, 32-32 на F7 все еще использовать нельзя, насколько я понимаю. Вообще, я должен был уже давным-давно допилить эту всю телегу, но что-то о них никак не все не получается. Что же касается iNaps. Здесь тоже уже появилась эта плата, и вот она здесь есть. То есть здесь можно спокойно выбрать. Хотя и самая последняя прошивка, буквально 3 недели на полчатия назад, появилась здесь. Мы можем ее загрузить. И, в принципе, все работает, кроме одного момента. Здесь все четко, но единственная проблема здесь, видимо, с драйверами. Все еще не в порядке. Если мы открываем сенсор, барометр не выдает никакие значения по нулям. То есть вот это вот современный какой-то обновленный барометр, он, возможно, он точнее, возможно, он круче. Но iNaps пока его не поддерживает. Как бы все работает, кроме барометра. Поэтому все еще ждем обновления прошивки для iNaps. В общем, друзья, теперь остается вопрос, что с ним делать. И вот здесь будете решать вы. Я очень хочу его опробовать. Это просто безумный какой-то мозг. И это действительно новое поколение. До этого я ничего такого не видел. Я хочу его поставить либо на один из дальнолетов. Крупный 7-дюймовый дальнолет, на котором это все должно попробовать, посмотреть, работает ли это все или нет. Но пока нет прошивки iNaps. Либо поставить на Betaflight и погонять его на обычном гоночном. Ну, что на самом деле так себе, не знаю. Это, мне кажется, вот эта вот всей мощности. Это избыточно для обычного Betaflight. Это все-таки не для гоночных. Здесь столько всего. Его, конечно, можно, но это как из пушки по воробьям. Очень мощный мозг со всеми возможными выходами. 6 UART. 6 полноценных UART и F7 процессор. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в другие видео. Смотрите, что в описании. Я там оставлю ссылочки, конечно же, на этот полетный контроль. И от вас я жду комментариев, что мне делать с этим мозгом. Потому что желание есть, возможность есть. А вот что именно конкретно хотим протестировать, я пока не придумал. Мне кажется, все-таки дальнолет это самое то для вот таких полетных контроллеров. Но нужно дождаться прошивки. На этом все. Пока.